Итак, наша цель достигнет того, чтобы мы в конце концов осознали, что такое Йон-Кипур. Для этого мы должны немножко еще раз какое-то предисловие сделать, а это предисловие будет таким. Пророк Исайя говорит, ищи Бога там, где Он находится, и зови Его, когда Он к тебе близок, тому, как примет, разбирает, что имел ввиду пророк. И они приходят к тому, что они имели ввиду, ищи, когда Он близок, ищи, когда Он находится, и зови, когда Он близок. Ищи, когда Он находится, это Асерат-Имей-чува. А Асерат-Имей-чува, это значит десять дней Чувы, то есть между Рошашана и Йон-Кипур. Так выводит Талмуд. Наш Рэб останавливается на этом и спрашивает, а как он Талмуд насчитал десять дней между Рошашана и Йон-Кипур? Ведь Рошашана у нас два дня, а Йон-Кипур у нас один день. Вместе это три. Так значит, сколько остается? Остается семь дней. Нужно было назвать семь дней между Рошашана и Йон-Кипур. Семь дней трепета. А почему Талмуд называет это десять дней трепета? Потому что в десяти днях трепета находятся два элемента. Один элемент, который составляет один из дней, десяти дней, то есть Рошашана два дня, а Йон-Кипур один день. Они играют роль в том, что они в этих десять дней. А вторая их роль главная, это отдельная, то что происходит в Рошашана и происходит отдельно в Йон-Кипур. Что происходило в Рошашана, мы знаем, что Всевышний должен был принять владычество, которое мы должны были в нем пробудить. И он хотел стать королем нашим. И стал им, по нашему выбору он стал им королем, нашим королем всего мира, всего человечества. А в Йон-Кипур, в Йон-Кипур, есть Йон-Кипур, как он весь входит во середине Чува. И тогда мы знаем, что все начинается в Рошаде Шилул, и там постепенно, постепенно, постепенно мы поднимаемся по лестнице, по лестнице, по высокой лестнице, туда-туда, ступень за ступенью, и добираемся до самой высоты. И самая высота – это в Йон-Кипур, то есть это Чува, возвращение. В Йон-Кипур мы возвращаемся к Всевышнему, прямо туда, где мы являемся Его детьми. Вы представьте себе, ребенок возвратился в свой источник. Так у нас, материально мы знаем, это должен быть дом, это должен быть дворец, это множество хочется. А если вдуматься глубже, еще дальше, еще дальше, до формулировки, до того, как был сформулирован организм человеческий и так далее. То есть, когда мы говорим на языке душ, на языке других выражений, не выражений слов или поэм или так далее, мы говорим о выражениях души, как души сговорятся между собой. И как Всевышний говорит, говорит открыто, он говорил это Моисею, Моисей это пересказывал фараону, «Пошли, моего первенца, моего сына первенца, вышли, иначе тебе будет плохо». Это было именно тогда, когда евреев уже их замучили так, что они даже забыли все совершенно. Настолько, что 80% из них остались похоронены там, не заслужили выйти из Египта. Они уже не были способны, не было желания. Но все 20% вышли, смотрите, как спартнеры. И вот это же пытаются нам делать в каждом поколении. И пока пытаются снаружи, и пытаются изнутри. Если мы видим, что происходит в нашей нации сегодня изнутри. Все, что сегодня происходит, говорит о вот этой неоконченной борьбе зла с добро. Все хотят уйти, оторваться, оторваться от духовности, оторваться от семьи, оторваться от тор. И куда идти? Идти на однополые браки, идти на то, чтобы можно было жить вместо человека, можно было жить животным. Извращенцы такие, которые были только перед потопом. А мы же не хотим больше потопа, и потопа обещал Всевышний не будет. Поэтому, дорогие мои, нам нечего бояться потопа, его не будет. Назад в Египет, так написано, возврата нет. Забудь дорогу назад в Египет. Та культура Египта, которая была... Там написано 9 измерений, 10 измерений были бросены, 10 кувшинов было брошено на Египет. 9 из них был возврат, а один нет. 9 этих кувшинов легли на Египет. Древний Египет это был ужас. И смотрите, докуда мы нашли. Теперь мы, когда говорим сейчас именно об этой связи, которая совершенно неоспоримая, непоразимая, ничем поразить ее невозможно, наша связь с Богом. Мы достигаем ее в Египет. Даже те, которые не молятся, которые не могут молиться, или даже которые не хотят молиться, но да души-то их есть. И души слышат все позывные, и души отвечают. Каждый для себя, чтобы задумался немножко и увидел, какие позывные он чувствует вот в эти дни трепета. В эти дни передрошешь она. В эти дни Йом-Кипур, когда будет Искор, тоже будем прогнать наших усопших. Ведь все это существует, то, что у нас нет, мы не можем вытянуть из себя правильную антенну, чтобы это увидеть. Это другое дело, но антенна-то есть, и она действует, и она воспринимает все это. Поэтому, мои дорогие, мы должны это помнить и знать, что Йом-Кипур поднимает все наверх, все абсолютно. Сам день Йом-Кипур, он искупляет все грехи, так написано. В Талмуде уже до этого дошли. Искупление грехов окончательно происходит в Йом-Кипур. А где этому? Какой-то намек в Торе, какой-нибудь маленький, малейший намек. Очень явный намек. В Торе, когда нам были даны первые лохотабрит, я забыл, как это называется, первые скрыжали, скрыжали, так мы, Моисей тогда, народ ошибся на один день, и думали, что Моисей уже исчез, и они видели, как там сатана придумал что-то, что видят его, как его хоронят на небесах, показали. И они себе создали золотого целенка. Это самый большой грех по Аллахе, который может быть. Тогда Моисей сошел вниз, когда он это все увидел, он разбил эти скрыжали. Он разбил их в гневе. А Моисей хотел его успокоить и говорить ему, ты знаешь, я сейчас их всех покончу, а их было тогда немало, и они тогда еще были детьми, и Абраам, и Цхакви, и Акоба, и Абраама дети. Я их всех прикончу, а с тобой, я построю новый народ, и возьмем, найдем, ты же тоже из Абраама, мы совершим новый народ, Яков. Так Моисей ему ответил. А Моисей ведь называет, это Зоар. Зоар, это книга Кабалы, первая основоположная Кабалы, пишет, Моисей его называет Рая Ме-Эмна, пастыр, верный пастыр наш. Верный пастыр заявил Всевышний, если ты меня, если хочешь их уничтожить, то уничтожь меня впервые. И тогда Всевышний сказал ему, хорошо, дорогой, я прощаю тебе это. Помни, одну вещь только запомни, что в каждом моем гневе на еврея в будущем я буду отплачиваться частью, частью наказания за этот грех. Ну, договорились, и Мушер обойну Моисей зашел на гору еще раз. И был на горе сорок дней еще раз, сорок дней и ночей, сорок дней. И когда он вернулся, товарищи? Он вернулся в Йом-Кипур. В Йом-Кипур он сошел с горы. И тогда наши талмудисты называют Йом-Кипур днем года. Это наш день года. Самый главный день. Потому что в нем мы взошли на самую вершину, снять с которой нас невозможно. Мы делаем такую чугу, желаем мы того или не желаем, сознаем ли мы того или не сознаем, но у нас в душе, у нас есть душа, которая живет и хорошо-хорошо осознает все, что происходит. У нее постоянная связь с духовными мирами, со Всевышним. И эта душа диктует нам Йом-Кипур Салахти Кедвареха Я простил вас, я простил тебя Салахти Я их простил, я им простил Кедвареха, как твои слова Моисея. Поэтому я вам всем желаю Гмар Хатиматова чтобы мы были записаны и окончательная печать вышла, подписаны в конце Йом-Кипура и чтобы это было так, что у нас был следующий очень хороший год и последующие после него годы, чтобы были очень хорошие, переполненные полным здравием, полным счастьем, радости, радости от детей, от семей, от супругов, от окружающих, и весь мир, чтобы был радостен вместе с нами. до свидания, до свидания, до следующего урока, я надеюсь, что он произойдет все год. До свидания, дорогие. До свидания, спасибо. До свидания, спасибо. До свидания. Лея Фомина, как ты себя чувствуешь? Лея Фомина, как дела? Лея Фомина? Нет? Ушла? Нет? Вообще не слышно? А? Она уже ушла. А кто там есть? Хана Лея? Как ты? Как ты? Лея Фомина, позвоните по телефону. А, ты, ясно, я понимаю. Про ура есть отдельный урок. Про ура это потрясающий урок. Рэп окончил Сталина. А, да, это известно. Ура. Да, да, да. Он плох, он плохой, он плохой, он зло. Итак, товарищи, идет, я вам хочу спеть песню, которую придумали хасидин, наши хасиды, которые покинули Советский Союз в 45-й, и в 46-й, и в 47-й год. Мы слышали это еле-еле. Мелодию мы знали, а слов мы не слышали. Этот хасидин там уже придумали в Америке. И потом они нам переслали это. Песня под марш кавалеристов красных под слова слова хасидей хабад, хасидин, старые хабадские хасидин. Мы армия от мура и про нас. Весь мир передовой ведет рассказ о том, как в дни опасные прошли границы красные красные вооруженные до зубов. Все как один готов. Мы армия от мура и про нас. Весь мир передовой ведет рассказ о том, как в дни опасные мы прошли границы красные вооруженные до зубов. Все как один готов. Мы юная стража седого народа. Мы самые стойкие ряды тмимов. Наш лозунг лиму до той и девиз наш обой до собой призывный наш клич. Будь готов, будь готов, армия от мура и про нас. Весь мир передовой ведет рассказ о том, как в дни опасные прошли границы красные вооруженные до зубов. Все как один готов. НКВД нам готовила удар за ударом, но мы устояли в неравном бою. с верой в победу, зарю освобождения, мы продолжали работу свою. Опять припев. Много друзей наших в тюрьмах и ссылках, да и был же сражен не один наш Мы юная стража, шли им на смену, нами руководил наш мужчина, король. Мы армия Гура и Пранас, весь мир передовой ведет рассказ о том, как в дни опасные прошли границы кросс. До свидания, товарищи!